Здравствуйте дорогие друзья! Матч Суперлиги, в котором встречается Пип против Фторис. Пип же принимает в гостях формально, а вот Фторис сегодня, точнее дома, а Фторис будет его соперником. Они же играют в зеленых футболках, а Пип в белых, ну в большинстве случаев. Также отметим то, что Кучера сегодня нет, как он говорил, не сможет быть на следующую игру, по форс-мажорным обстоятельствам. Ну и сбор, всего шесть футболистов адаптировались уже на самом-то деле, Пип, к такой игре. Ну побачим вам, как его надеет, и он сегодня против Фториса. А у Фориса сбор сегодня отменный, кстати я скажу, наверное только раз, что Грачева не хватает, чтобы там прям полноценные две четверки было. Есть Тепанчук, Химяк, Тимчик. Еще же прозвучал стартовый свисток, и вот раз в Фторис разыграют. Химяк, одразу відпасованный Степанчука, тревает мяч. Химяк, классная скидка. Сужают сейчас Пип в обороне, умеют они отыгрывать вторым номером. Честно говоря, с Родосом у них вообще ничего не получилось в той игре, особенно в первом тайме. Во втором тайме там уже пошли мячи в ворота только за счет того, что уже пятого начали подключать Родос наигрывая. Когда выигрывает. Когда выигрывает. В хорошей зоне находился, честно говоря, Хоменко. Да, но передача. Надо бы быть лучше. Давно мы, честно говоря, и Чайковского не видели. Наличие бы Чайковского и Ардашникова, конечно, вместе с Кучером помогло бы Пипу комфортно себя чувствовать и в конце первого тайма, и в конце второго. Но все будет также отталкиваться от того, какой счет в итоге будет у нас по окончанию первого тайма и по окончанию второго. Это тоже немаловажно. Да, вот такой ранний мяч на замахах умудрился подловить. Так, не закид, как муров, он остановился и мяч, возвращается. Довго я как-то принимал трое решение. Чекал, мабуть, пока сделает рывок какой-то Хоменко. Степенчук. Власне, передача, но немного засинен для химика. Намагался он там встегнуть. Не вдаётся. Волк. Тримает мяч. Неплохо играл здесь только что на Хоменко, но, правда, он вообще был выключен из борьбы, не ждал такой передачи. Зыграли, тимчик. Отпасали. Так. Трюма, по-моему, мяч. Он намагается в Хоменко включить прессинг. Побачим, насколько это работает. Нужно это выбирать. Даже падает Юречка, но... После этого Сумбура мяч приходит снова до второго. Классно, он отыграл прошлую игру, когда их всего было пять. Тяжело там второсу приходилось бороться с Таласом. И вот сейчас как раз с Пибом их больше. А вот тут мяч включает Ягмурова. Участливый для всех человек в месте. Схоже, доведётся сделать небольшую паузу, чтобы он мог восстановиться трошки. И мяч, всё же зависит. То есть у Зелених. Раз уж побег тут Степенчук разыгрывать. Фэрплей. Ну и, власне, уже Клениченко повертає мяч до гри. Удеграв на Хоменко. Волк, Хоменко. Бороться с ним Тимчик. Не даёт пройти. Разыграли. Тимчик. Играет левисть. Степенчук. Сразу остро. На Химяка. И, честно говоря, было бы классной комбинацией. Замкнул бы её. Павел. Он там и оказался. Точности немножко не хватило. Придача на Волка. Ты втримаю мяч. Шукаю, куда же отдать далее. Мясоед. Я классно разібрався. Вергера на Уриненко. Удар. Доводится Верчакову вступать в игру. Мамалат. Шукаю, как выбить. Сушат на стадии формирования своих атак. Пиба. Вторец. Ну, а вторец делает то же самое с Пибом. Правда? Зачит того, что уже забили. Вторец – это, конечно же, преимущество. Костюшка с Волком там не разібрался. Кому саме слід забрати цей мяч? Там хороший контроль. Калениченко дает правее. Мясоед. Снова Калениченко. Тут-то уже передача не ограничена для галкипера. А что еще терять? Пятого подключили смело. Вирішив пробити Хоменко. Повз ворота. Верчак одразу шукает кудись вкидати. Вирішив на ближнюю. Безстрашно, честно говоря. Владислав так потихоньку в сторону ворот пошел. Верчак Андрей не решился бить по пустым. Тут Лаврененко якось так не зовсім сконцентровано діяв. И втрачает мяч. Зайдем на рівном месте. Вок. Відпасовано на Калениченко. Удар. Блоковано. Зібрали. Калениченко відпасовує на Хоменко. Хто шукає сезону для ударов. Йому не вдається. А от передача. Ну и схранил мяч. А Андрей Вок не готов такое впечатление было от своего партнера за такой хороший пас. Ворчак Андрей. Вориненко. Вориненко. Зміщится центральна зона. Верненко контролирует мяч, смещуется, шукает Дмитро, куда все же отдать передачу, и все-таки находить цей опасно Рудницко, удар, забирает мяч Калиниченко, сам разгоняет атаку. Далеко, честно говоря, пробросил, неприемно для Химяка было зиткнення, уже потилец его нечего отримал, там уже разыграли, Химяк, Лавриненко, уже обратно на Варчака, вот сейчас так, тотально, поконтролирует мяч в Торис. Химяк, отримается мяч, подпасовывается на заднюю, Ницко, не совсем давно передача, Ягмуров забирает мяч, разогоняется, подпасовывается на Мясоеду, можно, в принципе, пробить, это он не делает, удар, ооо, Мясоед Андрис забывает. На седьмой минуте удается ему это сделать. Ну и что ж, рахунок вновь рейдивный, 1-1. Сравняли счет Пип, и, по-моему, как раз Пипу комфортно играть сейчас против Торис. Ну, пока что рано делать какие-то выводы, лишь только старт первого тайма, 8 минут. Юречка на тимчика отыгрывает. Лавриненко пробует развернуться. Голи выпускает мяч за межи Поля. Плотный вот он опекал. Костюшка, власне, он и готовится, цей аут разграти. Костюшка Виктор, Ягмуров. Прямой мяч, выписывается на Калиниченко. Мается, его персинговать, а как классно он одним рухом, двох отрезал. Да, просто, в прямом смысле этого слова, отрезал. Костюшка Виктор пробил выше, и да удар слабоват для Варчика, честно говоря, мне кажется. Рудницкий навешивает, Каменка тут. Неприятно такие мячи остановить, но он на месте. Мячик, который уже намагается разогнаться в атаку. Ищите, пасовое. На Рудницкого, Рудницкий уже отыгрывает обратно, Юречка. Нет, освобождался уже из той зоны, и передача уже была либо все же поздно отдана, или не нужно вообще было туда отыгрывать. Ягмуров на Костюшка и Мюсайет. Дальний закид вперед, ну, важковато було б Ягмурова встегнути там, и зачепитись за мяч. Варчак, он кидает. Рудиненко одразу же пас назад на Тимчика. Є вільная зона перед ним, розгоняется. А вот тут Костюшков тоже отработает, не даёт Роману далі развивать атаку. Саяет на Ягмурова. Сейчас он, в принципе, втримал. Мяч выходит за межу. Коля. Вирішив Юречко пробити. Ну чому б и не насправді. Тимчик перехватывается передачу. На Юречко той б'еет. На Юречко. Левая. А куда мне кидают? Какой зашив? На руку супер не кидают. Сюда сюда еще отрисаем. Бачим вот такой трофейнелевский конфликт. Всередині Фиба розгорелся. Удар. Блоковано. Рудницкий. Не совсем сграв на передаче. Мяч все ж залишается у вториса. Протримаем. Низкий продолжает быть мячом. Артем Мяк. Втроем сейчас игроки вториса. На половине поля Фиба. Но пока что это плоды свои не принесло. Це буде відволити. Не знайшов краще куда видати передачу Тимчик. Потому что все было закрыто. Ну какой пас хороший. На Костюшко. Встигай на эту передачу. Трошки поспішив зі своєю мобой. Степанчук. Підбирається мяч. Разгоняється. Простріл внизу. Глоковано. Степанчук. Лаврененка. Ягмуров здесь перехватил. Не разгоняється одразу ж. Хороша передача Динамі Саєда. И что творится. Ай-яй-яй-яй. А от мабуть варто було вступати в ту гру. Зачепити якось мяч Андрію. Все официально разобрали. Не погано в принципе. Момент тревожный такий дзвіночок для вториси. Что не все так добре у них в обороні, як це могло б бути. Степанчук одразу ж щільно пробиває. Юречко на добиванні. Посоли назад. Тимчик. Лужина Хімяка. Павел Левіє играет. Степанчук. Хімяка то бьє штанга. Класний розіграш, класний момент. Але трошечки не повезло цього разу. О, Андрій Ягмуров. Придержали на себе мяч. Ненадолго этого хватило. І опять вторис атакує. Хімяк намагався знайти якусь вільну зону для удару. Хімяк. Играет правее. Не доходить до передачи до адресата. Калиниченко. На Ягмурова. Є зона там поперечная. Не решился отдавать туда передачу на Хоменко. И сыграл попроще на мясоеда. Степанчук. Мяч то лучше в руку. Але можна продовжувати грати. Степанчук відкидай назад на Юречко. Тобто зміщується. Шукає якось можливість продовжувати далі атакувати. Не вдається. Боротьба. Прикривав дуже добре м'ясоед корпусом м'яч. Дані закид на Хоменко. Намагається втримати. Зачіпився за м'яч. Шукає простріл для удару. Але грамотно дуже діє Степанчук. І не дає розвернутися. Кутовий для ПІБ. Разограли. Волк. Постріл. Докова на цей удар. Снова Калиниченко опасно. Так казалось би. Умєє. Вон отыгрівати. Можна сказати з осторожністю. Волк класно пробрасує. Простріл. Але там нікого зі своїх немає. От можна розгоняти свою атаку вторисну. Тим чек. А поспішимо. Мабуть трохи. Роман в цій ситуації. І жовту картку Калиниченко отримає. Таке відверте блокування. Розіграшу. Дуречко. Аут для ПІБ. Ну що ж, часто в нас впливає. Залишається близько шести хвилин ще грати. Рахунок 1-1 і досить рівна поки що гра. Побачимо що буде в другому таймі. Можливо хтось із суперників трошки так хитрує. І намагається зберегти побільше сил. На останній десь хвилин 5-10. Ну, ПІБ как минимум розуміє, що потрібно підключати п'ятого. Для того, щоб більше розговорити. Більше бути з м'ячом. А в ТОС я б не сказав, щоб пустили всі сили, щоб забити. В итоге получиться така ігра не на всі 100. От обеих команд. Ну, це все пори до времени, якщо можна так сказати. Тоді перший тайм три четверти ми вже побачили. Уже. Покали ж тільки по одному мячу забитому. Дюречка. Дзакет. Спокійно супроводжував цей мяч Калиниченко. Давемо вийти і тоді вже від дворіт вкидає Мурова. Волк. А тут проблеми з приємом мяча Костюшка Віктора. Включає Химяка. Тут вже Павло. Не поспішаючи йде в центральну зону. Степанчук поперекатував мяч. Тут туди, тут туди. Химяк буде сам пробувати. Маска розкачується Ягмурова. Маска це вдалося. Мало хто знає, але видно, що з двох ног пробиває. Міч, можна? Міч, можна? Хочле, хочле! Дайте мяч. Йегай. Мамалат, Влад. На Химяка сыграв. Степанчук, скидка. Химяка. Постріл. Не зовсім прицільний. Кониченко. На містое, да? Хороший заброс. Волк обработав этот мяч все-таки. Примав. Ну... Под себя корпусом такой. Под себя не время. У меня пацаны на нашу половину. Дрега! Дрега! Підказують, що треба повертатись на свою половину поля. Там зустрічати суперника. Але, схоже, трошки втратили концентрацію. Мамалат. Примує мяч. Відпасовує назад на Юречко. Той підключає Химяка. Мічується Павло в центральну зону. Обігрались. Хороший клас. Хороший клас. Хороший клас. Хороший клас. Примує. Классний пас отдав Степанчук. И не дает себя переиграть Калиниченко. Что удивительно. Пересекаем. Пересекаем. Все, ядра дивнася. Пробуває. Зблоковано. Закид. На своєй половині. Калиниченко. Знову. Влад з м'ячем. Шукає смужливість продовжувати цю атаку. Закрыли. Сейчас сторис. Удар. Зблоковано. Калиниченко. На Волка. Хорошо поставил корпус Мамалат. Просто выиграл позицию, можно сказать, в этой ситуации. Вперед кидає Ворчака. Тут перший на м'ячий Калиниченко класно подбирає. Трошки задалеко від себе відпустив. І тут вже приходоводиться вступати в боротьбу. Одразу же зіграли. І тут був заступ такий явний, настільки явний очевидний, що важко було не помітити. Я ще разів вже не побив. Возіграли. Калиниченко. Вбирається м'яч. М'ячується. Пробом. Трошки грає. Тут дюречка прямо по ногам пробив. Калиниченко у м'яча. На Волка сыграл. Снова Влад. Такой заброс Черпаком. Необычний Месаед. Андрей Волк. Саед. І можна бити. Трошки грає. Трошки грає. Володимир. Ти почувствували? Так, як темп згадувався. І побыстрі стали розігрывать. Коли почували, що рядом. Рядом. Що можна. И будет сейчас пробовать, наверное, все-таки разыграть с Рудницким. Снова Юречка. Статичный, статичный. Не так много двигается в Торис сегодня, именно когда они с мячом. И очень поздний тайм-аут. 56 секунд до конца. Так, ну, можливо, это для того, чтобы эта перерва между таймами была дещо более эффективной. Сильно динамично награти, наверное, не встигнуть команды за эти 50 секунд. И такое, мабуть, хитрование, чтобы немного отдохнуть с перервой. Ну, удается Пибу играть. Путев серьезного, на самом деле, неплохого сбора в Торисе. Продолжают они играть в свой футбол. Комфортно имя пятого подключать. Ну, были, в принципе, хорошие нагоды у Пиб. Больше, в всяком случае, чем у Ториса. Наверное, не знаю, чем это связано. Какое-то последние пять, мабуть, хвилин першого тайма, саме за командой в Білому, как на мой взгляд, как на мой взгляд, как на мой взгляд. Мне кажется, они более продуктивно как-то дяли. Мабуть, за подключение, все-таки, как ты говоришь, Артура, это пятого гравца. Ну, увидим, что же будет в другом тайме. У меня тоже было это впечатление, что Торис не на повну силу пока что будет играть. Но это же может быть и небезопасно. Перехопливает сразу в обморский мяч, втримает, возвращается, будет бить. Очень хороший удар по силе, но за счет того, что два прикошета было, и Волка, и Костюшка, мяч миновал ворота и будет лишь только главой в подарок до Ториса сейчас. Продолжает разыграть Пип, Егмуров. Но это не точно, Хаменко там выпал, выпал из игры. Сыграли, Химяк из мяча. Продолжает разыграть, даёт ему Костюшка это сделать, а что дальше? Забираем мяч Калинченко и сразу же разгоняется. Идет в атаку, подключаю Волка, классная комбинация, но тут звучит как раз свисток. Такие перспективные атации, дуже. Пип, один-один. Спасибо. Спасибо. Спасибо.